Порошенко разденет Украину до нитки ради победы на выборах. Политика, кризис на Украине 30 января 13.54 Порошенко разденет Украину до нитки ради победы на выборах за выход во второй тур Нынешний президент Незалежный готов заплатить любые деньги. Дмитрий Родионов Комментариев просмотров 2913 На фото, президент Украины Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, запланированных на 31 марта 2019 года Фото, Анна Марченко Касматериал комментируют Дмитрий Галкен Евгений Филиндаш Роман Травин Более 6 миллиардов гривен из бюджета Украины будет потрачено на избирательную кампанию действующего президента Петра Порошенко Об этом говорится в журналистском расследовании программы Граши на канале 1 плюс 1 В сюжете утверждается, что предвыборный штаб Порошенко тратит около 4000 гривен на работу каждого агитатора, причем, средства на оплату их труда берутся из государственного бюджета Всего по этой статье за весь период предвыборной кампании будет потрачено около 5 миллиардов гривен Кроме того, еще 1 миллиард гривен планируется выделить на монетизацию субсидий на оплатушку В течение месяца до дня голосования граждане Украины, которым полагается эта льгота, получат примерно по 1000 гривен на человека их у наличной форме При этом, согласно прогнозам аналитиков, данная мера подстегнет инфляцию на Украине Журналисты Грашей называют это решение прямым подкупом избирателей и утверждают, что Порошенко за любую цену хочет купить себе выход во второй тур Читайте также Порошенко объявил войну православию и захват и церквей за успех выборов Президент Украины молится на икону с собственным ликом ранее в тот же день на форуме «Откруй до Брюсселя» «Мы идем своим путем» Петр Порошенко официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями «Побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз», — сказал украинский лидер По его словам, решение идти на второй срок обусловлено осознанием необходимости сохранения курса страны на вступление в ЕС и НАТО Как сообщила вице-спикер Рада Ирина Геращенко, что действующий глава государства будет баллотироваться как самовыдвиженец Напомним, выборы состоятся 31 марта Согласно опросам, Порошенко фактически вступает в гонку с третьего места, уступая фавориту Юлии Тимошенко и актеру Владимиру Зеленскому Сможет ли он в оставшееся время переломить ситуацию? Поможет ли админресурс? На этом фоне мы поинтересовались у экспертов, можно ли доверять расследованию грошей, действительно ли глава государства тратит на агитацию бюджетные деньги Формально обозначенные деньги не идут на агитацию, а фактически идут, считает глава киевской организации партии Наша Евгения Мураева Евгений Филиндаш Расследование выходит на телеканале Игоря Коломойского олигарха, у которого в последние годы резко обострились отношения с Порошенко Соответственно, сейчас Коломойский делает все возможное, чтобы Порошенко не победил на выборах Никакой сенсации тут нет СП, получит ли это расследование продолжение? История получит развитие медийно, а после поражения Порошенко на выборах вполне возможно и даже вероятно, что расследование превратится из журналистского в уголовное СП, описанная схема монетизации субсидий и это действительно подкуп На мой взгляд да, это однозначно подпадает под уголовную статью за подкуп избирателей СП, 6 миллиардов это вообще много для избирательной кампании на Украине Эти деньги реально могут помочь Порошенко Это существенная сумма, на которую, конечно, избирательную кампанию не проведешь Но она потенциально может повлиять на позицию нескольких процентов избирателей, которых пока не хватает Порошенко для выхода во второй тур выборов Канал 1 плюс 1, на котором выходит эта передача, принадлежит Коломойскому, так что удивляться тут нечему Идет классическая предвыборная война компроматов, уверен политолог, руководитель проекта открытая аналитика Роман Травин Справедливости ради, нужно сказать, что никаких фактов, подтверждающих это утверждение журналисты Коломойского не привели Есть просто утверждение о том, что штаб Порошенко тратит по 1000 гривен на агитатора, а разворовывается на каждом около 4-х Почему не 3 или 10? И даже, если это так, то почему это бюджетные деньги? В общем можно не питать никаких симпатий к Порошенко, но конкретно это обвинение не обосновано никак СП, авторы расследования утверждают, что миллиард гривен планируется выделить на монетизацию субсидий на оплатушку В месяц перед выборами граждане Украины получат их в наличной форме примерно по 1000 гривен на каждого, кому полагается эта льгота То есть это откровенный подкуп Монетизация субсидий была запланирована давно и должна была пройти в три этапа Наличные выплаты были предусмотрены лишь на ее последнем этапе, осенью Если планы поменялись и украинцы, действительно, получат первые живые деньги в марте То, да, понятно, что это чисто предвыборный ход Но надо понимать, что эти деньги все равно были бы потрачены из бюджета на субсидии просто в другой форме Миллиард, на самом деле, эта сумма в несколько раз меньше, чем необходимо на субсидии ежемесячно Так что ее хватит явно не на всех Но даже если живыми деньгами их получат не все, то общественный резонанс будет серьезный и на выборы влияние окажет, и это подкуп избирателей Читайте также, заклинание правительства Денег у людей будет больше Российская власть бредит низкой инфляцией и небывалым ростом зарплат СП Повлияет ли это расследование на что-то? Можно ли привлечь кого-то к ответственности? Ничего особо нового в этой передаче не прозвучало Я бы лично не стал ее называть расследованием По крайней мере, в той части, которая касается Порошенко Сейчас тонны компромата будут выплескиваться против всех основных кандидатов во всех СМИ Определенное влияние на ход избирательной кампании такого рода компромат, конечно, окажет Но к ответственности никто привлечен не будет, потому что прямого нарушения закона или нет, или оно не доказано СП, журналисты Грашей утверждают, что Порошенко за любую цену хочет купить себе выход во второй тур На что он еще готов пойти? Будет ли применяться админресурс, давление и запугивание избирателей, попытки очернить конкурентов со стороны команды Порошенко и т.д? Да, я думаю, что он будет использовать абсолютно все, что можно, и даже что нельзя Лично Порошенко и его ближайшее окружение готовы пойти практически на все, чтобы удержаться у власти Но история с бессмысленным введением военного положения наглядно показала, что возможности действующего украинского президента все же ограничены, как другими влиятельными внутренними игроками, так и внешними Единственное, что вызывает сомнения в рассказе Коломойского, это утверждение, что агитаторы, работающие на избирательный штаб президента, оплачиваются напрямую из государственного бюджета, считает политический обозреватель газеты 2000 Дмитрий Галкен Что же касается субсидий на оплату ЖКХ, которая будет выплачена перед выборами, то она, несомненно, является способом увеличить за государственный счет электоральную поддержку президента В пользу Порошенко больше всего работает напряженность в отношениях с Россией, поскольку многие избиратели, опасающиеся возобновления вооруженного конфликта на Донбассе или начала военных действий в Причерноморье, не решатся проголосовать против главы государства Несмотря на то, что нынешний социально-экономический курс вызывает у них явное недовольство Кроме того, росту популярности Порошенко помогло получение томоса от Константинопольского патриархата, что имеет большое значение для прихожан бывшего Киевского патриархата Наконец, Порошенко контролирует административный ресурс в большинстве регионов, что также позволит ему несколько увеличить уровень электоральной поддержки И, разумеется, раздача денег избирателям незадолго до дня голосования, также пойдет ему на пользу Читайте также, Запад прозрел, бойню в Донбассе остановит пророссийский президент Лондон задумался над своей кандидатурой того, кто сменит Порошенко и вернет мир в страну СП Это расследование способно как-то повлиять на рейтинг Порошенко Думаю, что те избиратели, которые настолько недовольны нынешней властью, что на их позицию не могут повлиять ни томос, ни эскалация напряженности в отношениях с Россией, уже определились со своим выбором Задача Порошенко сегодня состоит в том, чтобы привлечь на свою сторону колеблющихся А на их электоральное поведение оказывает влияние не разоблачение журналистов, а другие факторы, связанные с личными тревогами и надеждами СП, Порошенко реально готов пойти на все, даже на откровенное беззаконие Порошенко, в принципе, готов пойти на все Но нельзя забывать про важность позиций политических кругов Запада, которые просто не смогут закрыть глаза на явную фальсификацию итогов голосования СП, подобные огрехи есть только у Порошенко Или другие кандидаты могут тоже играть не по правилам Трудно судить о намерениях других кандидатов, поскольку контроль за административным ресурсом сосредоточен в руках Порошенко Министр внутренних дел Аваков пока ведет собственную игру Но, думаю, что, если он решится после первого тура предложить свои услуги Тимошенко, она воспользуется его предложениями Которые, конечно, не имеют ничего общего с правилами и нормами политической демократии Новости политики Захарова прокомментировала слова Порошенко о мире с Россией Субтитры создавал DimaTorzok